Здравствуйте, друзья! Надежность, безусловно, один из самых важных факторов при выборе нового автомобиля. А если речь идет о поддержанных автомобилях, этот критерий вообще выходит на первое место. И сегодня мы попробуем разобраться, какие автомобильные бренды выпускают самые надежные автомобили. Достаточно известное издание Consumer Reports представило свой первый рейтинг самых надежных поддержанных автомобилей, который фокусируется на надежности машин возрастом от 5 до 10 лет. Чтобы сформировать сам рейтинг, компания опрашивала всех участников о проблемах, с которыми они столкнулись в своих автомобилях за последние 12 месяцев эксплуатации. Для более четкого анализа в этом тесте принимали участие автомобили с 2014 по 2019 год выпуска. А в общем в опросе приняли участие почти 150 тысяч машин. Что ж, давайте перейдем уже к самому рейтингу. Начнем сразу с лидеров рейтинга. Ими стали Lexus и Toyota. У Lexus традиционно первое место, а у Toyota второе. По словам старшего аналитика Consumer Reports по автомобильным данным Стивена Элека, бренды вроде Lexus и Toyota придерживаются стратегии консервативного редизайна, постепенно улучшая свои модели, а не вводя сразу множество новых систем. Таким образом у Toyota и Lexus есть больше времени на то, чтобы обкатать все новые системы, но при этом они могут отставать в чем-то от своих конкурентов. Тем не менее, такая стратегия работает. На третьем месте оказалась Mazda. Правда разрыв с Lexus и Toyota у Mazda очень большой и достигает почти 16 баллов. Тем не менее, это все равно очень хороший результат. На противоположном конце рейтинга оказались Tesla, Dodge и Chrysler, занявшие 24, 25 и 26 место соответственно. И самое интересное, что в этом плане у данных компаний пока никаких положительных сдвигов нет. Из европейских брендов в первую десятку вошли BMW и Mercedes. Если с BMW все более-менее понятно, то вот с Mercedes все не так однозначно. Все дело в том, что если взглянуть на рейтинг надежности новых автомобилей с салона, то Mercedes там будет находиться чуть ли не в конце списка, если быть точным, то на 29 месте. А среди поддержанных автомобилей Mercedes занимает почетное 10 место. Этот рейтинг является еще одним подтверждением того, что качество у Mercedes за последние 10 лет сильно упало. Самое интересное, что Volkswagen не вошел даже в десятку лучших и занимает лишь 14-ю позицию в рейтинге, а Audi разместилась лишь на 16-й строчке. И это довольно-таки неприятный результат для всего концерна. В компании также подчеркивают, что надежность разных моделей может сильно варьироваться даже в рамках одного бренда. Поэтому при покупке поддержанного автомобиля лучше проверять рейтинги надежности для каждой конкретной модели и каждого года выпуска. Это особенно актуально для моделей, которые подвергались значительным изменениям через плановый рестайл. И это довольно частая практика у производителя. А некоторые компании в последние годы стали заменять седанные хэтчбеки на кроссоверы и продавать их под тем же именем, что тоже очень сильно влияет на конечный результат. Тем не менее, рейтинг Consumer Reports для поддержанных автомобилей демонстрирует, что выбор правильного бренда может существенно снизить вероятность возникновения проблем при покупке машины с пробегом. Особенно выделяются бренды, которые с годами демонстрируют стабильные результаты, такие как Lexus и Toyota, в то время как другие производители, такие как Tesla и Chrysler, показали значительно более низкие результаты, так что это следует учитывать при выборе б.у. автомобиля. Кому интересно ознакомиться более детально с этим рейтингом, я оставлю ссылку на него в описании к этому видео. Французы из Рено решили доказать всему миру, что крупный автопроизводитель может создавать великолепные рестомоды и взяли, да и выпустили полностью электрическую версию купе Рено 17 родом из 1970-х годов. Для этого дизайнерский отдел компании работал в сотрудничестве с французским дизайнером Ора Ито. В результате компания создала современный вариант классической модели, сохранив пропорции оригинала, но полностью обновив кузов. Этот автомобиль идеально сочетает в себе старое и новое, и хотя он бы мог стать уникальным дополнением к семейству Рено, к сожалению, в серийное производство он никогда не пойдет. Но не будем о грустном, давайте более детально рассмотрим новинку. Кузов купе окрашен в цвет Galactic Brown, что прекрасно подчеркивает ретро-стиль 70-х годов. Вместо четырех круглых фар оригинала появились тонкие светодиоды с легким желтым оттенком. Переход на электрический двигатель позволил убрать традиционную переднюю решетку радиатора, заменив ее небольшой плоской панелью. Особое внимание привлекают тонкие передние стойки и миниатюрные боковые зеркала, напоминающие об оригинальном Рено 17. Диски автомобиля и жалюзи позади боковых окон также заслуживают вашего внимания. В целом проект выглядит очень необычно, и да, Рено все еще умеет удивлять. Интерьер – настоящее произведение ретро-искусства. Двухспицевое рулевое колесо с плоским верхом и низом, обтянутое тканью, сразу же бросается в глаза, как только вы попадаете внутрь автомобиля. По всей длине приборной панели проходит деревянная панель, а перед водителем расположены четыре квадратных цифровых прибора с красными графическими элементами, заменившие аналоговые циферблаты оригинала. В центре панели находится большой экран для мультимедийной системы, а сиденья оббиты коричневой кожей и белой тканью. Не обошлось и без серьезных технических изменений. Вместо оригинального 1,6-литрового четырехцилиндрового мотора, приводящего в движение передние колеса, теперь установлен электромотор мощностью в 270 сил, который приводит в движение задние колеса. А сам автомобиль построен на легком карбоновом шасси и весит всего 1400 килограммов. Как заявляет дизайнер Ораито, он хотел добавить Рено 17 уникальности, сохранив дизайн и придав ему более современный вид в плане эмоций и рациональности, используя свой собственный подход. Другими словами, художник хотел упростить более сложные элементы. Рено планирует показать этот автомобиль на ряде мероприятий уже в этом году, включая парижский автосалон, который пройдет уже в следующем месяце, так что я вам советую его посетить, там будет много чего интересного. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот ролик, надеюсь, что вам было интересно. И напоминаю, чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на канал, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok